Ну что, с онлайн-тестом я кое-как разобрался, теперь буду ждать письменный экзамен, который будет, конечно, гораздо сложнее. Ну а пока я вам расскажу, что было с онлайн-тестом. Всем привет и сразу спасибо большое за большое количество комментариев, которые я получил по предыдущему видео. Я, если честно, даже не ожидал, что всем вдруг так будет интересно, что кто-то решил поступать в шат и решил об этом рассказать. Но, тем не менее, я получил кучу вопросов, кучу комментариев, на которых с радостью сейчас отвечу, потому что это будет полезно не только для подготовки к шаду, а вообще для подготовки и вообще достижения разных целей. Ну и немножко расскажу про онлайн-тест, который я писал вчера. Собственно, с него я начну. Небольшой бэкграунд. Собственно, я готовился последнюю неделю не столько к тесту, сколько к письменным экзаменам, потому что он гораздо сложнее. И письменный экзамен я решил готовить по принципу, по которому мы готовим людей к PST. Я решил взять весь набор вопросов, который имеется, структурировать их, понять, по какой они теме, и потом прорешивать. Вот, собственно, я подготовил такую папочку. Здесь все вопросы, которые были в шаде, начиная с 2012 года. Сделал вот такую вот красивую табличку. А табличка зачем нужна? Табличка нужна для того, чтобы понять, по какой теме какой вопрос. Например, это Линал или Матан или Тервер. Каких вопросов сколько и где у меня слабые места. То есть, если я какой-то вопрос не могу решить, я, соответственно, понимаю. О, вот эта тема, которая мне дается хуже всего, мне нужно ее подтянуть. А вот это, наоборот, у меня хорошо получается тема. Следовательно, мне нужно эти задачи на экзамене решать. Этот подход уже мне помог выявить некоторые слабые места, которые часто встречаются в вопросах в шаде. Например, ряды Тейлора. Или построение какой-нибудь вероятности через probability density function. А, плотность распределения по-русски. Кстати, когда сталкиваюсь с такими проблемами, мне очень здорово помогает Дима. Мы с ним успели позаниматься уже несколько раз. Опробовали, опять же, новую платформу. Я, как обещал, я теперь не только преподатель, но и студент. И он несколько мне очень крутых вещей рассказал. Например, как рассчитать детерминант через общую формулу. Я как-то никогда не пользовался. Пользовался всегда разложениями. И вот он мне очень важную тему рассказал, которую буду применять. Которые часто спрашиваются в вопросах. Алгоритмические задачи там еще есть. С ними сложнее, с ними Дима мне помочь не может. Но с ними, к счастью, может помочь мой младший брат, который чемпион мира по программированию. И бывший программист Гугла. Собственно, его и прошу. Ну и тут немного мой бэкграунд помогает. Потому что когда-то я ведь тоже собирался стать программистом и писал все эти задачи. В общем, вот так я готовлюсь. Собираю вот эту папочку. Заполняю. Пишу ответы. Заполняю вот этот лист. Смотрю, что у меня не получается. И нарабатываю навык. Потом. Онлайн-тест. Онлайн-тест оказался гораздо проще, чем письменный экзамен. Там 12 вопросов. Из них 3 на программирование. То есть именно нужно написать код, который решает какую-то задачу, и отправить его. А 9, в принципе, на математику общую. Но, к счастью, большинство из этих 9 задач можно решить, написав код. Например, вместо того, чтобы считать предел аналитически, можно взять его и посчитать количественно. Посчитав значение элементов последовательности, значение миллионного элемента последовательности. И никакая аналитика здесь уже не нужна. У кого что быстрее получается, он мне быстрее написать код. Поэтому я успел решить 11 задач, в том числе 2 на программирование. Одну не успел, у меня осталось буквально 5 минут, и уже ничего не успел сделать. Но, правда, я решал не 5 часов, которые отведены на этот экзамен, а всего 4 часа, где-то 4.20, наверное, потому что еще 40 минут занимался техподдержкой нашей новой платформы. Не все работало, но, в общем, пришлось немножко вовлечься, и все заработало. Я надеюсь, что дальше будет еще лучше. Я понимаю, что, конечно, работа нашей платформы – это важнее, чем подготовка к экзамену и даже его сдачу. Но, тем не менее, 11 задач я сдал, написал про 2 на программирование. Я точно знаю, что они правильные, потому что сразу ответ дается. Математический ответ не дается. И результат будет 15 мая. Собственно, будем ждать, посмотрим, как результаты. А пока буду дальше готовиться, дальше прорешивать эти же задачи письменного экзамена, потому что письменный экзамен будет гораздо сложнее, чем онлайн-экзамен. Я прямо к этому уже готовлюсь. Собственно, вот что касается онлайн-теста. Продолжение следует...